Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня я хотел бы показать бой на Тортоси. Весьма даже годная, интересная такая вот имбочка. Вот кто не считает Тортоси имбой, тот глубоко ошибается. Это как ленивец, то есть с одной стороны это животное... Ну, я, конечно, не говорю, что то, что есть животное, просто такая аналогия небольшая. То есть ленивец кажется совершенно безобидным, но уж, поверьте, весьма даже опасная животина. А вот Тортоси тоже самое. За его медлительностью и какой-то странной формой скрывается весьма опасный танк, который реально сносит всем кукушку. Так что рекомендую к прокачке. Ну, конечно, если вы не любите совсем медленную технику, может быть, такое вам, конечно, не зайдет. Ну, и сегодня у нас, собственно, довольно-таки интересные новости. В основном они связаны, правда, с завтрашним днем. И даже скорее, в общем-то, с дальнейшими планами, которые есть у разработчиков. Конечно же, давайте подведем для начала итог всех розыгрышей, потому что их прям накопилось огромное множество. Вот у нас, собственно, победитель, который выиграл новогоднюю коробку, что весьма даже годно, я считаю. Ну, то есть, реально очень даже прикольно то, что человек может совершенно бесплатно получить новогоднюю коробку от меня. То, что я имею такую возможность, опять-таки, благодаря вам и награждаю вас новогодними коробками. Также вот человек, который выиграл премиум танк тип 62. Это довольно неплохой премиум танк, но если даже игроку он не нужен, он может взять и эту голду потратить в других целях. Также победитель, который выиграл просто золото, ну, небольшой приз, тоже неплохо, как говорится, не с пустыми руками ушел. Но если ты тоже хочешь выиграть, то тебе достаточно в комментариях указать свой игровой ник. И также не забудь, ну, обязательно написать более смыслный такой комментарий, то есть, посмотреть видео и уже по видео там комментируйте, то есть, то, что тут я вам рассказал, а не просто вот там интересная информация, потому что иногда складывается ощущение, что человек видео не досмотрел вообще совершенно. Также ты можешь обзавестись еще одним призом дополнительным, если зайдешь на сайт Водки, так как там ежедневно разыгрывается довольно неплохой приз в виде 5000 золота, что, согласись, тоже будет не лишним. Также, если тебе нравятся вот премиум танки, которые в новогоднем календаре, там сейчас они каждый день, собственно, разыгрываются, с легкостью ты можешь их добыть. Используя мой промокод, ты можешь получить дополнительный бонус. Ну и, собственно, о чем вообще идет речь? Речь в основном идет о завтрашнем дне, то есть, по некоторой информации, к сожалению, точно неизвестный танк, но, в общем-то, очень даже должен быть годный танк, который реально многие захотят заполучить. Я уж точно в этом уверен, но, к сожалению, точной информации нет, поэтому я просто говорю, что годный танк, чтобы, в общем-то, не путать никого. Ну и также вы можете в комментариях сейчас указать, какой именно танк это будет, но сразу говорю, что этот танк должен быть весьма годным. Но также я точного просто расстановки не знаю, то есть, этот танк может появиться и завтра, или где-нибудь вот в течение, в общем, тех оставшихся дней новогоднего календаря. Ну а в конце 25, собственно, декабря начнется особая распродажа в магазине, и я так думаю, что это 3D-стилы для таких танков, которые были в новогоднем календаре. Будут они продаваться за голду, ну то есть, если вот вам выпали, собственно, в новогодних коробках такие вот танчики разнообразные, то как раз для них будут дополнительные 3D-стилы. Для танка Е-75 ТС, для танка СУ-130 ПМ, для Проджета, вот этого вот, и также для СУ-130. Почему я так уверен? Ну вот посмотрите вот на эти скриншоты, собственно, их заанонсили давным-давно, но, как вы поняли, в новогодних коробках этих 3D-стилей не было. Поэтому очевидно, что разработчики, ну такой вот ход конем сделали, то есть, с одной стороны, они сначала эти новогодние коробки продали игрокам, ну а потом, собственно, у многих выпали эти премиум танки, и следующий их этап будет продажа вот этих вот 3D-стилей. То есть, очень хитрый ход, то есть, с одной стороны, они, как бы, продали эти премиум танки, а в основном, даже с помощью коробок, они как раз ту цену и получили, сколько эти танки и стоят, я уверен. То есть, ВГ в двойной выгоде. Ну и, в общем, по недавней информации, собственно, вероятность получить премиум танк снизилась по сравнению с прошлым годом. Это не официальная информация, просто статистика игрока, но, тем не менее, очень даже такая статистика, ну, действительно, интересная. Так что, на мой взгляд, вот такие вот подарки будут. Ну, а скоро вот выйдет танчик, который весьма будет годен. Также не пропускайте особенно утреннее видео, потому что зачастую вот эти вот танки новогоднего календаря, я их разыгрываю, и вы можете получить их абсолютно бесплатно, что, согласитесь, просто бомбезно. Очевидно, что в 2020 году разработчики очень сильно будут, в первую очередь, развивать разнообразные режимы, ту же линию фронта, Королевскую биту, World of Tanks, стальной охотник и многие другие режимы. Естественно, нужна мотивация, чтобы игроки в это все играли, ну, потому что не все режимы столь интересные, чтобы проводить в них очень много времени. Я вот, например, линию фронта, в принципе, тоже уважаю, ну, неплохой режим, как для World of Tanks, но порой он совершенно надоедает, но тут вклинивается, так скажем, фарм серебра в мотивацию, и все-таки продолжаешь играть и фармить серебро, чтобы, собственно, потом не фармить в рандоме, потому что это еще хуже. Также еще стоит отметить, что, естественно, боны будут развиваться в 2020 году и уже становится известно о многих разнообразных танках 9 уровня. Практически, ну, чуть ли не каждый день появляется какая-то информация о каком-то новом танке 9 уровня, подозрительном. Варгейминг, в общем-то, готовит действительно множество интереснейших танков на 2020 год и наверняка не раскрывает нам еще полных всех планов и подробностей. Но очевидно, что уже сейчас стоит копить боны, благо в скором времени они пригодятся. Ну как, ну, в принципе, время быстро летит, в скором времени это не завтра, не послезавтра, а именно там, может быть, через месяца 2-3. Я думаю, боновый магазин начнет пополняться новыми танками. Естественно, если у вас этих танков, в общем-то, не будет в ангаре, то вы попросту не сможете наслаждаться, нагибать какое-то время, потому что очевидно, что должны завести, наконец-таки, что-то весьма годное, потому что первые танки в боновом магазине, ну, не самые такие приятные. Нам все-таки обещали и Бабаху, FW-215, B-183 и FH-155, при этом некоторые апы еще должны быть. И вот те, кто сейчас, кстати, купил FW-215B тяжа, они в дальнейшем могут получить гораздо более интересный танк, который, ну, гораздо сильно отличается от того, что мы сейчас имеем. То есть, текущий тяжелый британский танк вообще в подметке не годится большинству современных новых танков, поэтому очевидно, что тут будет глобальный ап. Но также еще и появятся новые танчики, которые должны стать весьма годными. Ко всему прочему, очевидно то, что некоторые танки 9-го уровня и 10-го уровня преобразятся в 2020 году, взять хотя бы того же Е100 или ЕС-4. То есть, рано или поздно все-таки БГ разберется с этим балансом их новым, там, со снарядами и так далее. Им придется все-таки добраться до этих танков и апнуть их. Правда, вот насколько это затянется, ну, в общем-то, может и надолго затянуться. Но вообще обещали глобальный ребаланс уже к весне. Так что, я думаю, ну, в принципе, можно уже сейчас напрячься и прокачать некоторые танки. Это, кстати, тема, которую я хотел бы обсудить во всем видео, как бы очень важно. Потому что иначе, ну, собственно, вы попросту не получите довольно-таки интересную, халявную такую вот вещь. Так что, на мой взгляд, стоит пользоваться, пока есть, возможность прокачивать, там, разнообразные танки 5-го, 6-го, 7-го уровня. Ну, и по возможности добираться до новых танков 9-го, 10-го уровня. Ну, в первую очередь, как отметили разработчики, будут они затрагивать танки на средних уровнях, там, 5-х, 6-х и так далее. То есть, эти танки, скорее всего, пропадут из игры и, собственно, будут заменены на что-то другое. На этом все, друзья. Спасибо огромное, что досмотрели видео до конца. Желаю вам всего наилучшего. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok